всем привет мои дорогие друзья hello my dear friends польша краков мама так и идет вам камеру скажи привет всем сегодня у нас очень жарко да мы видим по твоему сарафану а утром ребята я шла на работу было достаточно прохладно 10 градусов с утра но в этом платье мне она у меня плотная мне не холодно идем на рынок я уже отработала хочу клубники кто-то нес сегодня клубнику я чуть глазами пакет не съела вместе с целлофаном очень люблю клубнику самого детства наверно потому что я летняя летом родилась поэтому обожаю фрукты и ягоды напишите вы любите фрукты и ягоды и какие больше всего всем хорошего дня отличного настроения или вечера всего самого-самого доброго а главное мира и добра так на рынке почем малинка значит по 12 злотых вот у девочки а мы купили вот такую же за 7 злотых получается дешевле клубничка вот здесь по 8 злотых пол килограмма а мы зачем купили черешня по 30 злотых умножаем на 10 из моим цену в гривнах умножая делим на 5 получаем цену в евро укроп зелень лук зеленый по 3 злотых редиска по 3 злотых цветная капуста 10 злотых брокколи 8 злотых цыпулька вот такая красивая все очень аппетитная а вот ребята посмотрите базовик какой громадный уже даже с семенами 8 злотых вот такой огромный горшочек красота тут еще продают посмотрим сельдерей сиплан поэтому это 8 злотых в порядке есть туалет вот так вот бросаешь один злотый и заходишь сразу нужно дверь открывать и идти иначе злотый бросите и останетесь при своих интересах яйца по одному плотному проходим мимо платье какое платье симпатичное с поясочком с вышивкой такая расцветка разные расцветки красивые на улице жарко дала маме денег на мороженое да мам покажи какое ты купила мороженое это купила мне очень нравится царешка спасибо пожалуйста приятного аппетита красиво кафе летнее сколько много красивых цветочков смотрите там вот замок с левой стороны а мы с другой стороны гуляем сегодня с вами решили после рынка прогуляться да купили клубники немножко малины мама есть вода может быть я щас у нее воду заберу а мой ягоды и будем есть на природе какой красивый вид небо такое красивое обещают кстати бурю на сегодня и дождь мы не боимся по сравнению с тем что мы видели и что пережили ребята буря уж точно не страшно да вам да вот такая у меня аппетитная клубничка и малинка водичка сейчас ее помою буду есть на природе да вам а вернись к лесу перед а чем ты там занимаешься новости смотрю и что там на природе находиться ребята настоящий релакс пишите вы любите природу будете гулять на природе что она дает вам эта природа мне как красота поплыла у нас перед акима да мама прелесть просто прелесть пора прихожу в другую сторону прыгать и и а и и и и Вот смотрите, ребята, сколько людей на лодочке. Да уже сколько туристов. Еще не совсем сезон, начнется с конца мая, ну уже почти конец, но еще не сезон. Начало июня, ну людей уже достаточно много катается. А у нас сегодня предупреждение на телефон пришло, что ожидается буря, а от завтрашнего дня ожидаются дожди с грозами. Мама у меня все говорит мне. Пойдем, 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 пойдем. Так хочется посидеть на природе, на свежем воздухе, в такой приятный свет и влажный воздух. Так хочется подышать этим всем, потому что на работе каждый день нет времени погулять, подышать, просто посидеть. Не думать ни о чем. Тем более начнутся дожди каждый день. Уж точно тогда и не погуляешь, да еще и с грозами. Не забывайте, ребята, ставить ваши лайки, писать комментарии под видео, подписываться на канал. Смотрите, ребята, сколько голубей. Смотрите, ребята, сколько голубей. Хочу вам показать, как распустились наши цветочки, которые мы покупали вообще в бутончиках. Розы, лилии, все бутоны распустились. Кроме тут вверху был один маленький, я его отщипнула. Он не выросший был. Смотрите, какая красота. Там антуриум цветет с декабря. Уже полгода как цветет. Одни цветочки отцветают, а другие зацветают. Вот это на 5 мая, мамин на день рождения покупала. Все цветочки завяли, одна хризантема голландская. Смотрите, какая, как свеженькая. Листики, конечно, у нее сухие становятся, но не все. Ромашки. Сегодня 20-е, 15 дней уже стоят. А эти с 13-го. Ладенькие посвященные. Тоже неделю стоят. Вот такой вот у меня сегодня вкусный обед и ужин получился. Рыбку купили за 13 злотых или 130 гривен. Или деревна 5 получаем цену в евро. И вот такой салатик. Тут помидорчик свежий, немножко огурчика, зелень, лук. Что тут еще? Здесь у меня несколько грибочков. Еще капусточка молодая. Такая вкусная. Всем приятного аппетита, кто кушает. Такой вкусный у меня обед сегодня и ужин получается два в одном. Купили рыбку за 13 злотых или 130 гривен. Или деревна 5 получаем цену в евро. Здесь салат. Капуста свежая, молодая. Помидор, огурец, перец болгарский, лук зеленый. Тут несколько долек, вернее, грибочков пополам перерезала. Всем приятного аппетита, кто кушает. Проходим мимо костела. Это воскресенье. Сегодня праздник в Польше. Зеленая неделя. У нас другое время, а у них сегодня. 19 мая. Пастырь читает молитву. В Польше очень воспитанные люди в том плане, что уважают старших людей. Это касательно и детей, и среднего возраста людей, и более старших. Как только заходит человек старше, вот как мама у меня, да, мама? Да, уступает место. В автобусе. Все поголовно. Это редко-редко кто. От мала до велика уступают взрослому человеку. Даже мне уступают места. С уважением воспитывается молодое поколение. С уважением воспитывается молодое поколение.